8.19. Просыпайтесь, улыбайтесь. Сегодня в студии Артём Босоногов и Карина Хазова. Итак, сегодня, 2 сентября, артисты театра «Мини» под руководством режиссёра Александра Черепанова представят зрителям театрализованную читку пьесы «Мой бедный Марат». Эта пьеса – история об удивительной любви, о смысле жизни и о её ценностях. История о том, как три ленинградских юноши, молодёжи, проходили свою жизнь сквозь военные годы. О том, что ждёт нас на этом мероприятии, поговорим с нашим гостем Владимиром Спешковым, театральным критиком, заслуженным работником культуры Российской Федерации города Челябинска. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Так, всё хорошо нас слышно? Да, прекрасно слышно. Замечательно. Тогда расскажите, пожалуйста, что интересного в этой пьесе и почему решили зрителей пускать на читку? Самое интересное вообще в этой читке – это пространство, в котором она будет проходить. Потому что в Александровском зале Челябинского музея изобразительных искусств, который располагается на площади эволюции, сейчас проходит в последние дни уже выставка из собрания музея истории Санкт-Петербурга, которая называется «Непарадный Ленинград. Живописи, графика 1930-40-х годов». И вот нам, мне, режиссёру этой читки Александру Черепанову, показалось, что сама атмосфера этой такой очень ленинградской выставки, она идеально совпадает с атмосферой вот этой пьесы Алексея Арбузова «Мой бедный марат», потому что это такая самая ленинградская пьеса в истории российской драматургии. Её события начинаются в блокадном Ленинграде 1942 года и продолжаются в послевоенном Ленинграде в 1946 году. И как раз всё это очень совпадает с теми замечательными работами ленинградских художников, в том числе художников, работавших в блокаду, которые представлены на этой выставке. То есть должно произойти, как мне кажется, я надеюсь, совпадение пространства и текста. Вот-вот поэтому это и случится. А вот это магическое совпадение, что выставка и материал сочетаются идеально. Вы узнали о выставке сначала или материал всё-таки был и думали, как же решить его и воплотить в жизнь? Как случилось вот это вот совпадение самое? Нет, я пришёл на открытие, на вернисаж, и когда я увидел это, я понял, что ну вот это просто идеальное пространство именно для моего бедного Марата и Саши Чайпанов, и те молодые актёры, которые заняты в этой читке, они с этим согласились и с энтузиазмом взялись за эту работу, а Музей изобразительных искусств поддержал этот проект. Мы посмотрим, что получится. Это сегодня вечер 18.30. А скажите, пожалуйста, а как прийти на читку? Может, любой желающий? Да, ну надо купить билет на выставку и как бы получить два в одном. То есть лучше прийти заранее, посмотреть экспозицию, а в 6.30 начнётся читка, а после неё, я надеюсь, мы поговорим и о пьесе, и о выставке, и о том времени. А кто примет участие в читке? Расскажите, может быть, известно уже. Да, режиссёр, как я уже сказал, это Александр Чайпанов. Он у нас режиссёр двух театров, он работает в молодёжном театре. Кроме того, в прошлом сезоне он организовал свой собственный маленький, уже заявивший о себе, уже побывавший на фестивалях. Мини-театр, да, они работают на улице Плеканова. И три актёра, а в моём бедном Марате трое действующих лиц, они как раз и представляют эти два театра. Из мини-театра будут Екатерина Писарева, очень интересная молодая актейса, в прошлом сезоне, кстати, в мини-театре. Она замечательно сыграла Антигону. Вот Екатерина Писарева и Пётр Соломонов из мини-театра. И из молодёжного театра тоже молодой актёр Денис Соратников. Вот они прочтут моего бедного Марата. А как подготовиться зрителям к читке? Нужно ли им быстро прочитать материал или можно погрузиться уже во время процесса? Да не надо готовиться, но как бы надо настроиться на то, что это будет заявище камерное. То есть не надо ждать каких-то аттракционов, да? Погрузиться в этот текст и в атмосферу Александровского зала, тех пейзажей, что там висят. В общем, надо прийти с открытым сердцем, вот и всё. Ну вот, Владимир, у вас сейчас есть возможность пригласить зрителей прийти с открытым сердцем, поэтому, пожалуйста, вам слово. Александровский зал Челябинского музея изобразительных искусств. Площадь эволюции. Дом 1. Сегодня, 2 сентября. 18.30. Читка пьесы «Мой бедный Марат» Челябинскими актерами в пространстве выставки «Непарадный Ленинград» и «Собрание музея истории Санкт-Петербурга». 6.30, приходите. Владимир, спасибо вам большое. Да, надеемся, что большинство наших телезрителей обязательно посетят это событие. Вам же желаем хорошего дня и благодарим, что вышли с нами на связь. Спасибо, спасибо, Иван. С нами на связи, напоминаем, был Владимир Спешков, театральный критик, заслуженный работник культуры Российской Федерации, город Челябинск. Ну что ж, а мы продолжим, наверное, нашу тему театра и уйдем на сюжет о театральном гриме.